Дом культуры Сибирь. Название это, пожалуй, единственное, что осталось прежним. Постройку начала 90-х не узнать. Работы по реконструкции ведутся уже год и уверенно близятся к финалу. Фасад здания выполнен из архитектурного бетона. Вестибюль выполнен, полы устроены с керамической плитки. Стены частично из гипса, частично из гипсокартона. Концепция была такова, чтобы сохранить облик здания в первоначальном виде. Вот только сохранить облик оказалось непросто. Самая трудоемкая и сложная работа ждала внутри Дома культуры. Строители выполнили перепланировку объекта, полностью заменили инженерные коммуникации, блоки здания соединили между собой теплой галереей. Внутри дворца все продумано до мелочей. Вестибюль сверкает, новая гардеробная ждет гостей. Ничего не осталось и от прежнего зрительного зала. Помимо новой сцены, оборудования и кресел, проектировщики предусмотрели места для маломобильных горожан. Для этого закупили передвижные кресла и установили подъемник. Сама структура амфитеатра, то есть людям будет более удобно смотреть. И самое главное, нет прохода. У нас раньше здесь был проход, дверь, когда у нас наши зрители и участники творческих коллективов проходили прямо через зал. Это, конечно же, создавало некую помеху, отвлекало. Но это, в конце концов, непрофессионально и некрасиво. Лариса Путилина с начала реконструкции внимательно следила за ходом работ. Для нее и коллег, работников культуры. Это не просто здание, это второй дом. Поэтому они переживают и волнуются. Волнуются, старожила до сих пор помнят, как ночами репетировали в Сибири, а в далеком 91-м практически жили на стройке. Я, наверное, являюсь живым свидетелем второго рождения благодаря нефтяникам Дома культуры Сибирь. Когда первый раз Дома культуры Сибирь открывался, у нас были совершенно другие условия, потому что мы буквально присутствовали здесь при строительстве и жили здесь на стройке. Сейчас у наших коллективов есть удивительная возможность уже войти в отремонтированные, светлые, а красивые аудитории. В руках Ларисы Викторовны настоящий антикварный предмет. Сценарий концертной программы приуроченный к открытию Дома культуры в 91-м году. А эти кадры были сделаны к первому маленькому юбилею Сибири. И мы все вот здесь стоящие на сцене, ну все работаем для того, чтобы у всех у вас было хорошее, доброе настроение. А это уже год 2017-й. За кулисье светлое, уютное. Здесь еще пахнет свежей краской. Осталось лишь установить зеркала, станки. Дальше интереснее. Звукозаписывающая студия. В помещении с виду обычные стены, но на самом деле это не так. Здесь очень хорошая звукоизоляция, поэтому уже в ближайшее время коголымчане смогут слушать песни местных артистов в современной качественной записи. А пока на улице раздаются другие звуки. Перфоратор, дрель, молоток. Настоящий строительный оркестр получается. Устройство газонов, высадка зеленого десанта. Остались небольшие штрихи, но тоже немаловажные. Дорожные рабочие приступили к благоустройству территории по периметру. Вскрывают старые плиты. Здесь посредине, где вот вы видите колышки идут, у нас будет брусчатая дорога, то есть из брусчатки. Там, где мы сейчас скрываем плиты, там будет озеленение территории, то есть будет зеленый. Деревцы посадим, деревцы небольшие, маленькие. Работа на территории Дома культуры кипит. Открытие уже совсем скоро, в начале сентября. Обратный отсчет пошел. Юлиана Сотник, Михаил Суханов. Специально для новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова